Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Новая игра, также матч чемпионата. Ну а вы все это дело поддержите своими лайками. Напишите комментарий в поддержку. Ну а если здесь впервые, подписывайтесь на канал. И также не забывайте по ссылкам в закрепе взлетать наш телеграм, чтобы всегда быть в курсе новостей и анонсов выхода серии. Также там ссылка на мой твич канал, где у нас проходят стримы. И ссылка на второй канал с прохождениями. Его название Фандом Лига. Там у нас сюжетные игры. Всем буду рад. Ну а мы отправляемся на первую игру. Игра против Химки. Они играют у себя дома. Вот такой вот составчик у них выходит. Последний матч они выиграли. И у них панчинка с капитанской повязкой. Довольно удобная для нас схема с высокими флангами и тремя центральными защитниками. Мы в принципе неплохо скрываем такую оборону. Ну а вот состав нашей команды на сегодняшнюю игру. И сегодня у нас выходит Яшин. Я все-таки посчитал, что было бы неправильно, купив нового вратаря, как-то сразу же посадить Яшина в глубокий запас. Будем периодически давать ему играть. Ну и сегодня он выходит в старте. Поехали. Хоть мы и вышли на первую строчку в турнирной таблице, но ни в коем случае расслабляться, ребята, нельзя. Что-то с бровями сегодня у наших игроков. Какие-то они странные, подкрашенные. А у всех, у всех что-то с бровями сегодня случилось. Ну, FIFA, как обычно. Ладно, погнали, ребята. Может быть, это из-за освещения на стадионе. Будем смотреть. Кимки сейчас, по-моему, на седьмом месте где-то расположились в турнирной таблице. Им тоже нужно набирать очки. Тем более, в последнем матче они выиграли. А это значит, что сейчас они, так скажем, на положительных эмоциях. От прошлой победы играют дома при своих трибунах. Здесь хороший отбор. Козлов пытался, пытался выиграть соперника. А здесь снова здорово Эриксон. Два раза Эриксон мяч отнял. И два раза партнеры, к сожалению, не смогли прорваться. Сейчас неплохо. Шмидт. Передача на Хромова. И Хромов выкатывает на Коршунова. Корж залетает в штрафную, бьет по воротам. И открывает счет в этом матче. Десятая минута. 1-0. Здорово мы смогли вскрыть оборону. Но я сказал, что как раз для нас удобно. Именно вот такая вот схема соперника. Здесь Хромов отдает голевую. Ну а Корж открывает счет в этом матче. Посмотрим, кстати говоря, сколько голов. Два гола в девяти играх. Не так много Корж забивает. Но если забивает, то частенько довольно важные мячи. И Химки пропустили. Вот посмотрим теперь, как они будут действовать, уже уступая по счету. Ну а мы будем продолжать. Мы будем продолжать, ребята, играть в свой футбол. Коршунов. Его немного затолкали. А здесь Диоп из-за спины выскакивает. Здорово. Хромов раскакивает. Корж. У него передачу в центр не получилось сделать. Но Хромов додавливает. Геленган вилл по воротам. Но не попал, к сожалению, в створ. Здорово. Масальский. Не получается пока, что у нас после отбора как-то начать быстро новую атаку. Диоп. Здорово. Но вот сейчас Геленган ждет Хромова. Прошла передача. Хромов скидывает защитника. Хромов. Залетает в штрафную. И Хромов забивает второй. Это 2-0. Похожие. Похожие мячи мы с вами исполняем. Здесь уже Хромов автор забитого гола. Ну а защита. Кимков как-то знаете не особо. Не особо встречает наших игроков атаки. 30-я минута. 2-0. Но сейчас нужно сыграть уже в таком немножко эконом режиме. Поскольку следующая игра у нас на кубок. Картега. Здорово. И снова быстрая контратака. И подкат сзади. Это может быть удаление. Смотрим, что скажет главный арбитр. Красная карточка. Прямая. Но не выдерживают нервы уже у игроков Хима. Здесь просто в очередной раз мы прорывались в атаку. И ценой удаления ее сдержали. Геленган. Его удар поворотом. На сей раз галкипер спасает. Ну да. Вот смотря на некоторых повторах. Брови-то нормальные. Видимо как-то освещение так ложится. И снова Геленган. И снова его мощный удар поворотом. Подача. И Гавриленко боролся. И на этом первый тайм закончен. Пока 2-0. Эрикса. Там было попадание мяча в руку. Но можно играть. Еще одна подача. Гавриленко. Мяч летит мимо. Начинают Химки включать прессинг. Их хоть и меньше на одного футболиста. Но они пытаются. Харшунов. Хороший пас на Хромова. А Хромов не успевает протолкнуть мяч. И здорово разыграно. И передача хорошая. Ну же Геленган. Удар и его гол. Его гол ребята. Третий. 65-я минута. Все-таки этот парень сегодня забивает. Чуть-чуть потихонечку начинает осваиваться в новом коллективе. Но кто-то быстро вливается в новый состав. Кто-то потихоньку адаптируется. Но сегодня он действительно хорош. Пара ударов у него плотных было. Но гол он забил. И Танков. Или Танков. Кому как удобнее. Выходит вместо Хромова. Здесь уже игра, так скажем, на удержание счета. Диоп. Молодцом. Без нарушения правил продавливает. Но и вот Танков открывается. И Танков будет бить. И Танков будет забивать, ребята. 4-0. Как он аккуратненько положил. На секунду могло показаться, что мяч как-то улетает в сторону от ворот. Но нет. Он летит ровненько под дальнюю штангу. И снова хорошая, быстрая атака. Ну и здесь Танков исполняет. Ну и у нас замены. У нас еще выходит Альварадо. У нас выходит, ребята. Пикарев. Диоп. Здорово. Очень хорошее приобретение. Хоршунов. И здесь не получился пас. К сожалению, я на Танкова прокидывал. Все. Это победа. Давайте смотреть, что ждет нас дальше. Елисей пока расположился с четырьмя очками на первом месте. У нас три очка. И мы встречаемся с Нефтехимиком, которые пока один раз проиграли. Пропустили два гола. Они играют у себя дома. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. Видим подуставшие ребята. И у них такая довольно узкая схема. Но как мы видим, из последних пяти матчей у них две последние победы. Так что в чемпионате они выигрывают. Ну а вот состав нашей команды. Здесь тоже есть небольшая усталость. Сегодня Васютин возвращается на ворота. Сегодня Танков на острие атаки. Альвараду справа. Ну и погнали. Мы из группы. Мы, ребята, обязаны выходить. Мы выходили в первом сезоне. Выходили во втором. Но в прошлом сезоне обидно. Мы сразу после выхода из группы вылетели. Так что сегодня... Ну а точнее в этом сезоне нужно постараться пройти подальше. Да, понятное дело, что тягаться со всеми клубами будет очень сложно. Но мы же все-таки специально для этого и выстраиваем сильную команду. Чтобы, ребята, побеждать. Забросик на Танкова. Танков. Танков зарабатывает пенальти. Он сделал микропаузу. А после этого рванул снова в атаку. И вот такое вот начало. Вот здесь, смотрите, он делает небольшую остановку. А потом сразу делает рывок. И после этого получает по ногам. Ну и сам же Танков подходит к мячу. Но я бы, наверное, дал все-таки пробить Альвараду. Альвараду берет разбег. Бьет по воротам. И открывает счет в этом матче. За Альвараду, честно, я был больше уверен. Именно по исполнению пенальти, нежели за Танкова. Ну и хорошо, что забили. Этот гол сейчас очень важен. Этот гол сейчас как раз-таки раскроет команду соперника. Один защитник у них уже на желтой. А это значит, что он будет в некоторых моментах играть аккуратней. Ну и пока для нас все складывается снова довольно-таки здорово. Отлично. Прошла передача на Артегу. А вот теперь можно набирать скорость. Артега. Он любитель побегать по флангу. Артега. Удар с левой. Голкипер с трудом мяч. Отражает. А после этого забирает в руки. Никакого пенальти. И теперь в другую сторону. Очень быстро развивается игра. Коршунов. Пас на Козлова. А Козлов сразу хотел на Танкова сыграть. Нефтехимик в новой атаке. Правым флангом сейчас летят к нашим воротам. Подача на дальнюю. Отбились. Гавриленко. Передача на Танкова. Танков с трудом. Но смог укротить этот мяч. Смог развернуться. И он уже несется к штрафной сопернику. А вот здесь далековато. Отпускает мяч. И на этом все заканчивается. Ортега и Дио. Подпустили соперника по флангу. Снова пас на дальнюю. Удар по воротам. И с трудом Васютин вытаскивает. Но это ответ нефтехимика. И они не сдаются. Один пропустили. Но продолжают борьбу. И продолжают давление. Ждет Танкова. Танков мяч принимает. Скидывает. Гавриленко забить. Чуть-чуть слабо с левой дал. А как Танков здорово. Соперника сбросил. Это был тот же защитник. Который пенальти привез. А здесь. Неужели еще один 11 метровый. Реф показывает на точку. А что здесь было? Там кажется была игра рукой. Ну и на сей раз Танков у мяча. Танков берет разбег. Бьет по воротам. И тоже забивает. Это 2-0. Под занавес первого тайма. У нас две замены в перерыве. У нас ушел. Гавриленко и Шмидт. Вышел Геленган. И вышел ребята. Пикарев. Пикарев. Здорово. Смог отнять мяч у соперника. Нам вот здесь тяжело было между двух. Пикарев не самый быстрый игрок. Поэтому прорваться не получилось. Масальский. Пытался под катом напугать соперника. Альварадон. Надо встречать. Нефтехимик снова добавляет. Еще одна опасная передача. Масальский и Эриксон. И нас простили. Хорошая передача Альварадо. Альварадо. Пас от Танкова. И Танков простил соперника. Подача в штрафную. И Альварадо тоже прощает. Мяч пролетел рядом со штангой. Альварадо забрасывает на Танкова. Танков мяч принимает. И не успевает ударить. Но подустал уже Танков. У нас готовится замена на Хромова. Но не знаю, успеет ли он выйти. Подача в штрафную. И все проскочили мимо. Ну а теперь ответ. Которого нет. Матч закончен. Победа 2-0. Два пенальти решили. Исход этой встречи. Но самое главное, что мы взяли три очка на групповом этапе. Аланья уже опустилась на третью строчку. Их обошел Енисей. Но у нас у всех еще по одному матчу в запасе. У нас игра против Родины. Они идут в самом низу турнирной таблицы. И вот их стартовый состав. У них пока что всего лишь одно поражение за последние пять матчей. Ну а у нас сегодня довольно резервный состав. И есть уставшие ребята. Но мы сыграем этот матч на ярких моментах. Родины идут сейчас в зоне вылета. Поэтому это и будут яркие моменты. Посмотрим, что у нас получится. Мы тем более играем дома. Надеюсь, сил хватит. У нас углобой. Уже на третьей минуте мы подошли к штрафной соперника. Давайте попробуем что-то придумать. Давайте вот сюда вот накинем. Козлов. Передача на Олива. Это Шмидт. Долго, долго как-то Шмидт. Мячом владел. А это пенальти. Пенальти в наши ворота. На двадцать первой минуте. Прямо по центру. Вот стоит прыгать в углы, так тебе забивают по центру. Сольный проход. Это Гавриленко выскакивает один на один. Но здесь нужно реализовывать, ребята. Здесь нужно реализовывать Гавриленко. Один-один. В игру вернулись. Пора выходить вперед. Еще одна атака. И снова Гавриленко. Но там уже на сей раз три защитника. А Гавриленко снова бьет. Но на сей раз немножко не попадает. Родина получает возможность для новой атаки. За пятнадцать минут до конца. Неплохой такой проходик получился. Но пас пошел назад. А почему у нас Артега сейчас играет вообще на другом фланге? Подача в штрафную. Ух. Смогли отбиться. За пять минут до конца Родина подает угловой. Не знаю, дадут ли нам контратаку провести, если мы сможем мяч сейчас отвоевать. Нет. Матч закончен. Ничья один-один. Мы по-прежнему на три очка впереди. Алания обошла Енисей. Ну а мы встречаемся с Воронежским факелом, которые сейчас идут на пятом месте. И не так далеко они от нас. Вот их состав. 4-4-2. Ни одного поражения за последние пять матчей. И Марков, там долгов на острие атаки. Ну и давайте посмотрим, что у нас получится. Только единственное, нужно форму поменять, чтобы не было путаницы. А то у них белое, у нас белое. Давайте сыграем в синенькой. И давайте отправляться на матч. Будем надеяться, что получится выиграть. Яркие моменты. Они добавляют, так скажем, знаете, интриги. В турнирной таблице. Потому что, понятное дело, что если бы мы играли с той же Родиной, то, скорее всего, могли бы легко выиграть. Но, как раз-таки, яркие моменты помогают немножечко пощекотать нервишки. Угловой ли удар от ворот? Удар от ворот, ребята. Ну и вот как раз лучшая реализация. У нас забито 27 голов, у Алании 22. Ну, две лидирующие команды. Вот так вот это сразу определяется. Кто больше забивает, тот выше всех в турнирной таблице и стоит. Хромов. Полетел сейчас в штрафную соперника Хромов. И первый пошел. Первый пошел, ребята. Восьмая минута. Хромов открывает счет в этом матче. Немножко чем-то на Гризмана он похож по своей игре. И здесь он проталкивает мяч в дальний угол. Выводит Динамо СПБ вперед. Отлично. Козлов. Снова Хромов. Классная передача. Удар по воротам есть, но не попадает Корж в дальний верхний угол. Передача на Альвараду. Этот сразу закидывает вперед Хромова. Хромов залетает в штрафную. Но на сей раз Хромов не забивает. Гавриленко. Пас на Альвараду. Хромов. Один удар. Второй. Он прям шведой пытался заколотить мяч в сетку. Но, к сожалению, не повезло. Такое чувство, что его немножко уже соперники побаиваются. А здесь классная передача на Маркова. Амасальский против него. Амасальский. Борьбу проиграл. Картега. Дал сделать передачу направо. Ну а здесь Васютин с трудом, с трудом отразил этот мяч на угловой. Как будто у него там в какой-то момент руку свело. Что он не смог как следует отбить этот мяч. А здесь зато здорово действует. 35-я минута. Выносит мяч к центру. Хромов. Диоп. И снова Васютин. Факел потихонечку начинает переводить игру в свою пользу. Подача в штрафную. Момент. И снова опасно. Ой-ой-ой. Там жестко Амасальский сбил. Диопа. Это, по-моему, единственный, кто смог его остановить пока что в нашей карьере. Таким вот жестким подкатом. Начинаются вторые 45 минут. Единственный гол на счету Хромова. На восьмой минуте он был забит. Козлов. Здорово. Давай, Хромов. Чуть-чуть не туда. Но Хромов молодцом. Отбороться. Ну и футболист Факела. Посмотрите, как здорово ставит корпус. И все-таки сохраняет мяч для команды. А здесь Козлов. Хромов. Удар в дальний. Нет, чуть-чуть свалился. Пошел мяч в ближний. И угловой. 59-я минута. Козлов. Подача. Хромов. Масальский хотел ударить. У нас замена остается чуть больше 20 минут. У нас в поле покидает Козлов и Хромов. Выходит Танков, а также Шмидт. Ну и... Нужно постараться зовить второй. Ну или хотя бы не пропустить. Шмидт. Передача в центр пошла. Опасно. Диоб в подкате. Пытался перекрыть, но Васютин молодец. Передача на Танкова. Танков делает скидку на Льварадо. Тот дальше скидывает на Танкова. Танков удар в ближний. Он не попадает в створ. Шмидт. Передача на Корша. Корш. Вырезает передачу на Гавриленко. Тот не смог зацепиться. Здесь Альварадо. Здесь и Гавриленко. Все ребята пытаются в центре не дать Пакелу дойти. До нашей штрафной. Сейчас уже узнаем, сколько давает главный арбитр. А гонят, гонят трибуны сейчас соперника в атаку. А в итоге потеря. И Танков залетает в штрафную. Танков удар. И вот она концовка. И вот он Танков. И это 2-0. Не хватило сил у Факела на последний штурм. Наш хворот. В итоге они теряют мяч. И Танков свеженький, который вышел. Он забивает гол. И по-моему Шмидт, кстати говоря, отдавал ему передачу. Который тоже вместе с ним появился на поле. Это ребята 2-0. И это конец матча с Факелом. Надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok